Вчера театр Джигарханяна оказался захвачен неизвестными людьми. Пресс-секретарь Виталина Цымбалюк-Романовской, жены актера Элина Мазур, рассказала, кто ответственный за рейдерский захват театра артиста. По словам девушки, это бизнесмен Артур Сагамонян. Как заявила Элина Мазур, предприниматель не раз светился в уголовной хронике. По ее словам, Артур Сагамонян входил в совет директоров Мастбанка, которые закрыли за хищение средств в размере 8,8 миллиардов рублей. Также он был связан с Сергеем Магиным, который известен тем, что был приговорен к 8,5 годам тюремного заключения по делу о незаконном обналичивании и вывозе 122 миллиардов рублей из России, добавила девушка. Отметим, что Сагамонян является успешным бизнесменом, очень популярным на родине. Там у него берут интервью, в которых он рассказывает о достижениях, делится секретами успеха и обсуждает одно из крупнейших своих приобретений – местный футбольный клуб «Пюник». В 2016 году в театре Джигарханяна полностью поменялось руководство, в том числе финансовый директор. Им стала Елена Гельванова, которая начала пристально следить за документоборотом. «Она прекратила пустые благотворительные договоры», – сказала Мазур. По информации пресс-секретаря, под видом благотворительности из театра воровали деньги. Сейчас в театре находится армянская группировка, которая не имеет отношения к театру. Он захвачен. Доступ руководства в здании прекращен. Бухгалтерия захвачена. Иначе, как рейдерский захват, назвать это нельзя. Армен Борисович находится под неусыпным контролем. Его не отпускают, он лишен мобильного телефона. Примерно каждые два часа неизвестная женщина делает ему укол. «Что это, мы не знаем», заявила Мазур. Эти люди вывезли Армена Борисовича из театра. Он находится в не очень адекватном состоянии, его постоянно колят какими-то препаратами. Виталина он теперь называет Виолеттой Сергеевной. «Человек немножко не в себе», рассказала Мазур.